Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос звучит так. Поцелуй — это измена? Можно ли простить то, что парень по пьяни поцеловался с другой? Ну, как понял, что натворил, винил себя и извинялся. Изначально хотел остаться с друзьями, в итоге решили начать всё сначала. Он боится снова повторить эти ошибки. У него такое в первый раз. Правильно ли я поступил? Это второй шанс. Я думаю, что вы не можете простить кого-то по желанию. Если вы воспринимаете поцелуй как измену, то это вполне ваше право так это видеть. Это нормально. Другой вопрос, чем это обусловлено, да? То есть, ну, одно дело, если вас это задевает, да? То есть, если вас это именно прям задевает. Вот. Одно дело, если вас это задевает, тогда это вопрос, условно говоря, самооценки, да? Вот. Это вопрос уверенности в себе. Вот. Это вопрос того, насколько и как вы себя цените. Это вот об этом. Это про это. А если же вы уверены в том, что такова ваша ценность, то есть такие ваши ценности. Вот. То, ну, в таком случае, я думаю, что можно рассматривать поцелуи. Как измену, да, можно рассматривать. Но в этом случае мне видится так, что вам нужно брать за это определенную ответственность. Вот. И, соответственно, относиться к этому, как действительно, как к такой вот позиции, как к проявлению именно что ваших интересов, именно что к проявлению ваших ценностей, да? Потому что это, ну, и есть ваши ценности. Что касается простить, то, как я уже сказал, простить по желанию нельзя. Невозможно именно по желанию простить. Вот. То есть вы к этому, ну, вот, в определенной степени либо придете, либо нет. Чтобы простить, что, чтобы простить, необходимо принять, да? То есть принять. Принять – это значит прочувствовать то, что с вашим молодым человеком, да, так или иначе происходило. То есть принять – это значит постараться увидеть как бы полную картину этого, полную картину того, что, ну, того, что произошло с вашим молодым человеком. То есть не просто так, условно говоря, ваш молодым человек, там, ну, условно говоря, напился, да? И не просто так он, там, начал целовать, там, ну, другую девочку и так далее. То есть у этого почти наверняка есть вот какие-то, ну, какие-то основания, да, у того, что он вот так, ну, поступил. Не в смысле того, что он обязательно поступил как-то плохо, а в смысле именно того, что он, вероятно, вот какой-то, ну, какой-то конфликт у него есть. Ну, ну, внутренний какой-то, какой-то конфликт у вашего, у вашего, ну, молодого человека. И, на мой взгляд, вот это, пожалуй, является самым важным. То есть отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что с молодым человеком происходит? Вот, отдаёте ли вы себе отсчёт там в том, какие у него проблемы? Да? Вот. Что у него за проблемы? Что у него за конфликт? Ну, грубо говоря, какой-то конфликт, вот, например, там, ну, с самим собой, например. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Если во всех этих аспектах вы постараетесь его понять, да, например, то я думаю, что простить его будет не сложно. Потому что я думаю, что вы как-то вот понимаете, да, что, ну, что все могут ошибиться, да, что все могут там совершить вот какие-то какие-то поступки, которые, вот, за которые потом будет там стыдно и так далее. Вот. Само по себе это не является чем-то, чем-то прям таким ужасным, да, и... Чем-то криминальным, вот, но это свидетельствует скорее о том, что есть определённые проблемы. Вот. У молодого человека, в первую очередь, есть определённые проблемы. вот, есть определённые, ну, трудности. И, на мой взгляд, эти трудности нужно решать. То есть, их ни в коем случае нельзя, ну, сбрасывать. Вот. Их ни в коем случае нельзя как-то вот скидывать. И просто воспринимать ситуацию как вот что-то такое случайное. Понимаете, да? Вот. Вот. На мой взгляд, так. Если у вас, вот как вы сами отреагировали на это, то есть, как вы сами к этому отнеслись, к тому, что, ну, молодой человек сделал. Вот. Больно вам или что-то ещё. Если у вас есть какие-то такие чувства, то их, эээ, желательно прожить. Чтобы они вас не отравляли. Вот. А разобраться в паре, в отношениях в паре, поможет психолог, если вы вместе обратитесь за консультацией. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Эээ, желаю вам всего самого доброго, удачи. И, эээ, в заключении скажу, что вот вы спрашиваете, да, это измена, можно ли просить, как будто бы вы не доверяете себе. Вот. Научиться доверять себе можно также с психологом. Вот. Всего самого вам доброго.